Танковый полигон Тигр это исключительно военная техника И хотя она не имеет никакого отношения к тем танкам, которые пытались завоевать нашу страну в 40-е годы Тем не менее, гражданского в ней практически ничего нет А сейчас модно Мода на все военные началась, наверное, еще с Хаммера С первого Хаммера, который, несмотря на отсутствие серьезных военных достижений, разбежался сотнями тысяч тиражей по всей планете Потому что мужчинам за рулем этого автомобиля казалось, что это невероятно круто сидеть на такой брутальной машине Правда, сейчас эта мода уже практически сошла на нет, потому что такими машинами уже никого не удивишь Зато Тигр еще долго будет вызывать невероятное удивление Вот он, брутальный красавец В таком самым облегченном исполнении, полувоенном, он весит 5,5 тонн Военные бронированные, он весит до 7, а те вариации, которые выпускаются для гражданских, весят порядка 6,5 тонн То есть сразу очевидно, что это не легковые, это даже грузовые права Хотя и Хаммер тоже в скором времени перейдет уже в грузовую категорию Выглядит, мягко говоря, внушительно Размеры его впечатляют И таким же внушителем должно быть то, что содержится здесь под капотом А под капотом стоит всего лишь рядная дизельная шестерка Cummins Правда, объемом 5,9 литра с промежуточным интеркулером Но, тем не менее, лошадиные силы тоже вроде бы как не впечатляют Это всего лишь 180 лошадиных сил Сейчас ставятся другие моторы, это уже 215 сил Но, тем не менее, многие паркетные внедорожники, кроссоверы Сейчас уже перешагнули за отметку 200 Вроде бы, насколько это мало для такого громадного автомобиля Тем не менее, такой мощности за глаза хватает вот этому вот монстру, чтобы решать все поставленные задачи А задач у этого автомобиля очень много Производитель, он так и называется, многоцелевое транспортное средство Это мы, современные жители, уже извращены ростом мощности 200, 300, 400, 500 лошадиных сил уже не кажутся чем-то запредельным Но 108 сил движут вот эту вот махину по болоту, по снежной целине, по пашне Затаскивают ее на крутые холмы, горы Спускают в какие-то невероятные ущелья И все это машина вытягивает на шестицилиндровом рядном турбодизельном двигателе Да, тигр вряд ли кого-то поразит своей динамикой разгона Но это все от универсальности Универсальность ведь она, по сути, ущербна Универсальный инструмент, он никогда не подойдет профессионалу А это, это профессиональный инструмент На дороге он передвигается достаточно уверенно, достаточно мягко, без лишней тряски Он нереактивный, он не будет разгоняться, как спортивные болиды Но зато там, где кончаются дороги, для него практически нет никаких преград Давайте попробуем прокатиться на этой машине и посмотреть, что же это такое наш русский тигр Нельзя не сказать о его предшественнике Хамвей, как его называли американские военные Или Хаммер, как его стали называть поклонники по всему миру Его потрясающее воображение гражданского человека возможности и снискали ему такую популярность Ужасающий громадин и стильно уродлив Вот слагаемые его успехами Потому что и до Хаммера были примеры автомобилей, одинаково успешно использовавшихся и в военных, и в гражданских целях ГАЗ-69 Самый, пожалуй, яркий отечественный тому пример С небольшими переделками он был способен выполнять невероятно широкий круг задач А его проходимость вряд ли кто способен поставить под сомнение Но в те времена культ автомобилей был пока еще не в моде Да и внешне 69-му, честно говоря, не хватало Он не был так громаден и ужасен, чтобы стать автомобильной легендой своего времени То ли дело тигр Да, конечно, многое в салоне этого автомобиля умиляет И этот пластик, и эти приборы, и эти кнопки И оформление места для коробки, для рычага коробки переключения передач Все это наводит на мысль о том, что это made in USSR Сделано в Советском Союзе Но давайте не будем забывать, что это всего лишь прототип Даже в вооруженные силы сейчас идут более совершенные машины А в частные руки попадают практически вообще эксклюзивные варианты Поэтому, находясь в салоне этой машины, мы будем говорить не об убранстве Не о том, насколько здесь уютно А в первую очередь о поведении машины Вряд ли кто ожидает, что этот монстр весом в 6 тонн Ведет себя как легковушка Но легкового здесь очень много И легкие рульки, и легкие педали И очень предсказуемые реакции автомобиля на дороге Да, они, конечно, гораздо более вальяжны, чем мы привыкли ожидать от тех же кроссоверов Но, извините, какой кроссовер сравнится с этой машиной по проходимости? Чуть позже мы заедем туда, где раньше тренировали свою проходимость танки И посмотрим, как эта машина себя ведет в настоящем бездорожье Даже очень серьезным тюрингом вряд ли удастся скрыть военное предназначение «Тигра» Боевой характер все равно будет проступать наружу Как кобура из-под пиджаков сотрудников штатского Но в нашем случае это скорее плюс Что ты находишься в военной машине без всяких преувеличений Понимаешь сразу и понимаешь не по пресс-релизам А по вот этим вот бойницам, по передним, таким суровым стеклам Чувствуешь себя как в летающей крепости Несмотря на то, что максимальная скорость, до которой нам удалось разогнать этого монстра Всего 100 км в час, но чуть больше При этом мы как будто летели над неровностями дороги В салоне тишь и благодать Немногим современным роскошным внедорожникам такое подсело Так что, говоря о некоторой вальяжности на обычных дорогах Нужно понимать, что это плата Причем не такая уж и высокая плата За потрясающее поведение автомобиля там, где дорог вовсе нет Даже при движении по пригородным трассам Которые у нас не принято очищать от наледей снега Такая мягкость оказывается абсолютно не лишней Ну и пару слов о цене вот этого вот Язык не поворачивается назвать автомобилем Потому что на самом деле это гораздо больше, чем просто автомобиль Стоит он чуть меньше 60 тысяч долларов в таком вот голом исполнении В самом Нижнем Новгороде считают, что это, конечно же, безумно дорого Но наивные люди За 60 тысяч сейчас покупаются автомобили практически среднего класса Абсолютно без всяких наворотов Такие же, как все, которые затеряются в потоке в первую же секунду Как только выехали из автосалона Вот эта машина не затеряется никогда А сколько нужно добавить к стартовым 60 тысячам Чтобы из военного броневика создать эксклюзивный, роскошный внедорожник Это уже каждый решит сам для себя Я думаю, пределы фантазии, как и бюджета многих потенциальных покупателей Практически не ограничены Ну, а для тех, у кого нету даже 60 тысяч долларов Особенно это касается молодых людей Но, тем не менее, очень хочется, если прокатиться на такой машине То есть один абсолютно бесплатный способ Пойти в армию Абсолютно плохих машин не бывает В каждом автомобиле есть пара достоинств, которые оправдывают его существование Тигр – случай исключительный О его достоинствах говорить можно очень долго Проходимость в абсолютной степени даже сегодня в большой цене Но кроме достоинств чисто практических есть еще одно Управление этим автомобилем доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие Это как будто ты водишь диковинный аппарат, при этом понимая, что у тебя это неплохо получается Машину эту выпускает одна военная компания Так и называется военно-промышленная компания Она входит в ту же группу автомобильную, что и компания «ГАЗ» Но здесь, в этом автомобиле, нет практически ни одной детали от «ГАЗа» Здесь есть унифицированные узлы и унифицированные детали Но унифицированы они по просьбе военных Чтобы в полевых условиях эту машину можно было ремонтировать без долгого листа ожидания запчастей Потому что половина запчастей здесь... Ну, не половина, половина это, конечно, удвижение Основные детали здесь, конечно, взаимозаменяемые Фары круглые, они сделаны не потому, что точно такие же круглые фары у американского «Хаммера» Они сделаны круглыми по требованию военных Именно на военной технике стоят точно такие же Многие другие узлы здесь заменяемы Колеса подкачиваются В этом первом автомобиле нет автоматического регулятора А на сегодняшних экземплярах есть уже несколько положений Это песок, болото и асфальт Нажимаешь одно из положений, и колеса сами приходят в необходимое состояние Ну вот мы, наконец, и доехали до тех мест, куда давно уже не ступало ничего, кроме танковых гузнец Поначалу мы осторожно пробовали снежную целину Как будто нащупывая пределы возможностей тигра Целина становилась все глубже, а пределы все не появлялись Примерно так у бесшабашных джиперов появляется ощущение вседозволенности Чем это чревато всем известно Но ощущение вседозволенности появилось, а расплата все не наступала Тигр продолжал все так же уверенно утюжить снежную целину Забираясь на крутые холмы и прыгая во всевозможные ямы Глядя со стороны на то, что происходит с машиной Можно подумать, что внутри сейчас настоящая центрифуга Седоков вроде бы должно изрядно мотать в стороны Но, увы, иначе как умеренной качкой, происходящей в салоне, нельзя назвать Прибавьте к этому ощущение уверенности в возможностях этой махины И вы получите ни с чем не сравнимый драйв от управления в действительности уникальным аппаратом Тигр преодолевает препятствия и ходом, и с места, и на большой скорости, и двигаясь на самых малых оборотах Кажется, что этой машине действительно нет преград Преграды, конечно же, есть Но они выходят за рамки понимания обычного человека Глядя на поведение тигра на бездорожье, начинаешь по-другому оценивать все особенности его поведения на дороге обычной При такой проходимости, готовность тигра неплохо перемещаться в обычном режиме, начинаешь воспринимать как бонус Причем бонус абсолютно необязательный Даже в том случае, если тигр бы и метро не мог проехать по гладкому асфальту, он все равно был бы весьма неплох Ну а при совпадении всех этих возможностей, тигр заслуживает самой высокой оценки Да, вряд ли кто наберется мужества и будет использовать тигр в качестве автомобиля на каждый день Он слишком суров для этого, но с другой стороны, нет никаких проблем Чтобы, отправляясь на покорение дикой природы, выехать на тигре из большого города своим ходом Водитель от этого не поседеет В наш век унификации есть место для нишевых автомобилей И чем шире будет эта унификация, тем более востребованными окажутся такие машины Их никогда не будет много в частных руках В обладании таким автомобилем есть слегка прикрытый снобизм Это ведь так по-джентльменски на каждый случай иметь свой костюм Если говорить о поездках за пределы цивилизации, то лучшего костюма нельзя представить Там, где заканчивается асфальт, владелец тигра ни на секунду не пожалеет, что остановил свой выбор на этом автомобиле Но проходимость – это, безусловно, не единственная достоинство для частных заказчиков Наберусь смелости предположить, что и не основное Просто вседозволенность на бездорожье лишний раз подтверждает тот имидж, который складывается у тигра, исходя из его внешности Прелесть этого аппарата в том, что он очень эффектив К тому же весьма уникален 20 машин в частных руках тянет на эксклюзивность без всяких оговорок Но главное, что в отличие от всех остальных имиджевых игрушек Он действительно способен на все то, о чем можно строить догадки, исходя из его внешности Разыгравшаяся фантазия может дорисовать турель с танкового пулемета на крыше тигра Но с таким же успехом эта турель может уступить место мультимедийному центру Это действительно транспортное средство многоцелевого назначения А какие цели поставит перед собой его будущий владелец – это, в конце концов, его личное дело Главное, что можно быть уверенным и в качестве бескомпромиссного внедорожника И в качестве атрибута, подчеркивающего статус своего владельца И во многих других ипостасях Тигр способен быть лучшим Да, этот автомобиль, конечно, не такой роскошный, как, ох, Rolls-Royce Он не такой быстрый, как Porsche Cayenne И не такой управляемый, как BMW X5 Но брутальности в нем, хоть отбавляй, ее здесь целых 6 тонн Более брутальным, наверное, может быть только БТР Но на нем, к сожалению, не так удобно ездить по городу Да, эта машина имеет свою специфику в управлении Все-таки это практически грузовик И практически, и теоретически Поэтому на наши реакции он отзывается немножко запоздало Но в целом это абсолютно легковое управление Легкий руль, легкие педали и легковая подвеска Потому что пролетая вот по этой вот неровной дороге По этой вот брюссельской мостовой специальному тестовому приспособлению Для того, чтобы убить подвеску автомобиля И расшатать все, что можно расшатать В салоне в это время чувствуешь себя, как в каюте океанского лайнера Да, немного качает, как на волнах, но абсолютно не трясет И если рассматривать этот автомобиль как средство Для того, чтобы выделиться из толпы То лучше, наверное, не придумаешь На таком вас точно не пропустят мимо На таком вы запомнитесь всем и каждому Даже тем, кому абсолютно наплевать, кто на чем приезжает Вот этот вот конструктор стоит 60 тысяч долларов Почему конструктор? Потому что он абсолютно голый Здесь тентовая задняя часть Там ужасный пластик, мерзопакостное сидение Но гражданский вариант, он более элегантен И доверить его специалистам с завода Или взять вот такой вот голый автомобиль И довести его в тюнинговом ателье До состояния настоящего эксклюзива После чего на этом автомобиле Можно будет абсолютно спокойно передвигаться Вот как должна была выглядеть конверсия Вот что должны были выпускать наши заводы После того, как государство решило перековывать мечи на орала Вот такую продукцию должны были выпускать те Кто оснащал наше Министерство обороны И все наши вооруженные силы Такие машины пришлись бы ко двору Не только в нашей стране Но и далеко за ее пределами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!